Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Я Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И сегодня у меня для вас новая сказочная история, которая называется «Бобовое зернышко». Жили-были петушок да курочка. Петушок все торопился, все торопился да торопился, а курочка, знай себе, приговаривает. «Петя, не торопись! Петя, не торопись!» Клева как-то петушок бобовые зернышки. Да в торопях и подавился. Подавился, не дышит, не слышит, словно мертвый лежит. Перепугалась курочка, бросилась к хозяйке и кричит. «Ой, хозяюшка, дай, дай скорее маслице, петушку горлышко смазать!» Подавился петушок бобовым зернышком. «Беги скорее, коровушки, проси у нее молока, а я уже собью маслица!» Бросилась курочка к корове. «Коровушка, голубушка, дай скорее молока!» Из молока хозяюшка собьет маслица. Маслицем смажу петушку горлышко. Подавился петушок бобовым зернышком. «Ступай скорее к хозяину, пусть он принесет мне свежей травы!» Бежит курочка к хозяину. «Хозяин, хозяин, дай скорее коровушке свежей травушке!» Коровушка даст молока. Из молочка хозяюшка собьет маслица. Маслицем я смажу петушку горлышко. Подавился петушок бобовым зернышком. «Беги скорее к кузнецу за косой!» Со всех ног бросилась курочка к кузнецу. «Кузнец, кузнец, дай скорее хозяину хорошую косу!» «Хозяин даст коровушке травы!» «Коровушка даст молока!» «Хозяюшка даст мне маслица, а я смажу петушку горлышко!» Подавился петушок бобовым зернышком. Кузнец дал хозяину новую косу. Хозяин дал коровушке свежей травы. Коровушка дала молока. Хозяюшка сбила масло, дала масло курочке. Смазала курочка петушку горлышко. Бобовое зернышко и проскочило. Петушок вскочил и во все горло запел «Кукарикук!» Ну что, мои хорошие друзья, а сейчас давайте садиться поудобней. Мы с вами будем смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра. И завтра у меня для вас будет новая, интересная, сказочная история. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok